Как мы знаем, судья в футболе необходим для того, чтобы обеспечивать соблюдение правил игры и поддерживать справедливость на поле. Но порой они делают все только хуже и портят игру. Друзья, в этом видео я расскажу о 10 ошибках арбитров, которые стали причиной поражений, разочарований и громких скандалов. Эти истории полны драматизма и несправедливости, ведь всего один свисток рефери повлиял на судьбу результата и стал темой для долгих споров. Сегодня будет очень страшно. В 7 часов вечера Испания сыграет с Германией, а уже в 10 часов Португалия сразится с Францией. Следить за всеми матчами, а также быть в курсе всех событий игры, можно в моем телеграм-канале «Жизнь. Футбол». Откладывайте все планы и обязательно смотрите матчи, такой день пропускать нельзя. А поэтому сперва досматривайте видео и переходите в телеграм. Будем смотреть Евро вместе. Ну а сейчас я желаю вам приятного просмотра. В декабре 2023 года в игре между Манчестер-Сити и Тоттенхэмом разгорелся настоящий скандал из-за решений арбитров концовки игры. Сам матч был невероятно драматичным. К концовке игры команды наколотили шесть мячей на двоих, и все шло к результативной ничьей 3-3. Но уже на 94-й минуте игры случилось то, что еще долгое время обсуждалось с фанатами и экспертами. Игроки Сити помчались в контратаку, из-за чего защитник Шпор Эмерсон сфалил на Холланде. Эрлинг удержался на ногах, а арбитр Саймон Хупер позволил продолжить игру, показав характерный жест. После этого Эрлинг отдал шикарный пас на Джека Гриллиша, и англичанин практически выскочил один на один с вратарем, но Гриллиш резко останавливается, и никто не понимает, что случилось, ведь никакого офсайда не было. Оказалось, что рефери дал свисток спустя, внимание, 4 секунды. Футболисты Манчестер Сити моментально набросились на арбитра и начали бурно предъявлять ему претензии, что логично, ведь он просто-напросто сорвал выход один на один на 94-й минуте поединка. В общем, горожане еще долгое время кричали на арбитра, а тот уже ничего не мог сделать. Матч будет возобновлен с центра поля, именно с того места, где Эмерсон нарушил правила на Холланде. К слову, уже на 97-й минуте Эммануэль Аканджи упал в штрафной после контакта с игроком Шпор. Судья не назначил пенальти. Вар тоже согласился с решением арбитра. Впрочем, это нельзя назвать стопроцентным пенальти, но все же эпизод довольно спорный. В итоге матч так и завершился ничейным результатом. А игроки Сити и Гвардиола лишь заявляли, что они не понимают, почему судья дал продолжить игру и дал свисток после пасса. В итоге, спустя 10 дней, глава судей английской премьер-лиги небезызвестный Ховард Уэб признал, что это судейская ошибка. И Хуперу не стоило срывать атаку горожан. Ну а спустя две недели футбольная ассоциация Англия штрафовала Манчестер-Сити. Да-да, вы не ослышались? Арбитр избежал санкций. Его не штрафовали и не отстраняли от игр. А вот руководству Сити пришлось выплатить 120 тысяч фунтов за неподобающее поведение игроков в концовке встречи. Болельщики Мюнхенской Баварии до сих пор очень болезненно вспоминают ответный четвертьфинал Лиги Чемпионов сезона 16-17 против Мадридского Реала. Причиной этому стал венгерский арбитр Виктор Кашай. Первая игра на Альянс-арене завершилась победой Реала со счетом 2-1. Поэтому Баварии обязательно нужно было побеждать на Сантьяго Барнабеу. На 53-й минуте мюнхенцы заработали пенальти, который успешно реализовал Роберт Ливандовский. Реал позже сравнял счет усилиями Криштиану Роналду, но спустя две минуты после гола португальца, защитник сливочных Серхио Рамос отправил мяч в свои ворота и вновь вывел Баварию вперед. Чуть позже хаффбэк Баварии Артур Видаль совершил сомнительный подкат против Марка Асенсио. Арбитр посчитал, что фол чилийца тянет на вторую желтую и красную. Но некоторые болельщики и вовсе не видели в эпизоде нарушения правил, ведь Видаль вроде бы сыграл в мяч. Как бы там ни было, Бавария была вынуждена играть в экстратаймах в меньшинстве. На 105-й минуте судейская бригада приняла очередное спорное решение. Криштиану Роналду оформил дубль, но забил свой мяч с очевидного оффсайда, который очень сложно было не заметить. На этом еще не все. На 109-й минуте Реал забил еще один гол. Марселло прорвался в чужую штрафную и выкатил передачу на Роналду, который оформил хэт-трик. Проблема в том, что в момент передачи бразильца Криштиану вновь находился в явном оффсайде, но судейская бригада и в этом случае не стала фиксировать положение вне игры. Точку в матче поставил Марк Асенсио, который забил четвертый мяч Реала и установил окончательный счет 4-2. Бавария не смогла выйти в полуфинал, но если бы не спорное решение арбитра, все могло бы быть иначе. 8 мая 2024 года Бавария также слеснулась с Реалом и там тоже был спорный эпизод в моменте с голом Деликта на последней минуте матча. И тут вся вина на Шимоне Марчиняке, который по какой-то неведомой причине свистнул раньше времени, хотя по рекомендациям ИФАП арбитры могут сигнализировать об оффсайде только тогда, когда эпизод завершен. Впрочем, в УЕФА также согласились с тем, что польский арбитр совершил ошибку, а поэтому он был отстранен от работы на матче открытия Евро 2024, и вместо него назначили Климана Тюрпена. Осенью прошлого года Ливерпуль в рамках очередного тура английской премьер-лиги отправился на выезд к Тоттенхэму. Уже на 26-й минуте встречи полузащитник марсисайцев Кертис Джонс получил красную карточку за грубый фолл прямой ногой. На 34-й минуте Ливерпуль в меньшинстве должен был выйти вперед. Луис Диас выбежал на ударную позицию и размочил цифры на табло. Тем не менее, судейская бригада не засчитала взятие ворот и зафиксировала оффсайд, хотя на повторе видно, что никакого положения вне игры не было. Уже после матча АПЛ официально признает, что гол не был засчитан по ошибке. Спустя две минуты после эпизода с Диасом счет открыли игроки Тоттенхэма. Несмотря на это, перед свистком на перерыв Ливерпуль в меньшинстве восстановил паритет усилиями Коди Гагпа. На 62-й минуте мерсисайдцы остались в девятером, так как вторую желтую получил Диогу Жота. У команды Юргена Клоппа были хорошие шансы удержать ничью, но буквально под самый занавес матча защитник Жуэль Матип срезал мяч в собственные ворота и позволил Тоттенхэму победить 2-1. И как уже ранее упоминалось, гол Диаса – это необъяснимая ошибка бригады ВАР. Здесь виноваты именно ассистенты главного арбитра, которые неправильно начертили линии. А ведь если бы чистый гол Диаса был засчитан, поединок мог развиться по совершенно иному сценарию. Ливерпуль даже настаивал на переигровке, ведь ошибка арбитра была доказана самой лигой, но, как можно понять, никакой переигровки не было и в помине. Ответный полуфинал Лиги Чемпионов сезона 2008-09 между лондонским Челси и каталонской Барселоной по сей день является одним из самых скандальных матчей в истории футбола. Первая игра на Камп Ноу завершилась в ничью 0-0, поэтому англичанам нужна была только победа для выхода в финал. В начале встречи полузащитник Челси Майкл Эсьен выдал пушечный удар слету из дальней дистанции, который рикошетом от перекладины залетел в сетку. В первом тайме хозяева пару раз претендовали на пенальти. Сперва произошел эпизод, где Флоран Малуда был повален на газон Дани Алвесом. На повторе четко видно, что последний контакт между игроками вместе с падением произошел как минимум на линии штрафной площади, что уже является поводом для назначения пенальти. Впрочем, главный арбитр Том Хёнинг Эвребе ограничился штрафным ударом. Позже Дидье Драгба выходил один на один с вратарем, но упал на газон после контакта с Эриком Абидалем. Арбитр в этом случае вновь не стал назначать пенальти. Во втором тайме обидчик Драгба получил красную карточку за фол последней надежды против Николя Анелька, но на повторе не особо понятно, был ли контакт между французами, ведь кажется, что Анелька самостоятельно запутался в ногах. Чуть позже Николя пытался пробросить мяч себе на ход и ворваться в штрафную площадь, но защитник Жерар Пике откровенно сыграл рукой и устранил угрозу. Эвребе здесь не увидел повода для пенальти. Уже в компенсированное арбитром время Барселона смогла сравнять счет в меньшинстве благодаря классному удару Андреса Иньесты, который забил гостевой гол и практически вывел синегранатовых финал. У Тома Хёнинга Эвребе после этого была возможность исправить все свои ошибки. После углового в исполнении Челси Микаэль Балак пробил поворотом, но его удар попал в руку Самуэлю Этоо. Снаряд угодил в область выше локтя, но так или иначе Камерунец слишком высоко поднимал свою руку. Но судья не поставил пенальти в этом случае. Разъяренный Балак гонялся за арбитром и пытался его переубедить. Дело едва не дошло до рукоприкладства, но и в Ребе было все равно. В конечном итоге Барселона вырвала ничью 1-1 и вышла в финал благодаря гостевому голу. Дидье Драгба после матча не смог сдержать эмоции и выдал свою знаменитую фразу, назвав все происходящее гребаным позором. Спустя 9 лет арбитр выдал очень противоречивую фразу «Я не горжусь судейством матча Челси-Барселона». Но арбитр может ошибаться. Четыре неназначенных пенальти и красная карточка там, где ее не должно было быть. Арбитр может ошибаться, но не пять раз за игру, ведь в ином случае даже язык не повернется назвать его профессиональным рефери, который судит матчи Лиги Чемпионов. В 1-8 финала Чемпионата мира 2002 года «Хозяева турнира» в лице Южной Кореи играли против грозных итальянцев. В начале встречи квадорский арбитр Байрон Морена поставил довольно сомнительный пенальти в ворота с Куадро Адзуры за борьбу в штрафной площади во время стандарта. Корейцы не смогли реализовать несеметровый, а позже Италия открыла счет после подачи углового. «Хозяева» смогли отыграться только в концовке матча и перевели игру в овертайм. На 103-й минуте нападающий с Куадро Адзуры Франческо Тотти практически вышел на ударную позицию, но затем упал на газон. Арбитр посчитал, что итальянец симулирует, и дал ему вторую карточку. Горчичник был для Франческо вторым, поэтому форварду пришлось покинуть поле. На повторе четко видно, что даже если пенальти и не было, Тотти явно падал ненамеренно, поэтому решение судьи было непонятным. Также был эпизод, когда сборная Италии вышла вперед благодаря голу Дамиано Томази, но Морено и в этой ситуации смог насолить подопечным Джованни Тропатони, отменив взятие ворот из офсайда. Опять же, если взглянуть на повтор, становится понятно, что никакого положения вне игры не было, и гол должен был быть засчитан. Уже в концовке второго экстра тайма Южная Корея с численным перевесом забила победный мяч ворота итальянцев и забрала путевку в четвертьфинал. Этот матч вошел в историю как один из самых скандальных в истории чемпионата мира, но буквально в следующей стадии мир увидел нечто подобное, но об этом мы поговорим немного позже. Челси и Манчестер Юнайтед в октябре 2012 года выдали очень накаленный поединок на Стэнфорд-Бридж в рамках английской премьер-лиги. Лондонцы на тот момент лидировали в таблице, а манкунианцы были на второй строчке. Команда сэра Алекса Фергюсона очень бодро начала выездной поединок. Уже к шестой минуте счет был 2-0 в пользу Юнайтед благодаря автоголу Давида Луиса и забитому мячу Робина Ван Перси. Казалось, что победа в кармане, но Челси не опустил руки и перехватил инициативу. Под конец первого тайма Хуан Мата забился штрафного и сократил отставание до минимума. А уже в начале второй половины Челси сравнял счет благодаря точному удару головой от Рамиреса. Поединок становился все интереснее и интереснее, но в один момент арбитр Марк Клатенбург решил полностью его испортить. Когда нападающий Манчестер Юнайтед Эшли Янг убегал на свидание с вратарем, англичанин упал на газон после касания от Бронислава Ивановича. На повторе сложно заметить, был ли контакт, но в любом случае по движению серба было заметно, что он всячески пытался избежать касания. Клатенбург, в свою очередь, уверенно назначил штрафной и удалил Ивановича за фол последней надежды. На этом еще не все. Чуть позже нападающий Челси Фернандо Торрес в одиночку атаковал ворота Манчестер Юнайтед. Испанец пробросил мяч себе на ход, а потом упал на газон. Арбитр расценил это как симуляцию и дал нападающему вторую желтую карточку, которая превратилась для Фернандо в красную. Даже если симуляция была, судьи очень редко дают за такой желтой карточки, если инцидент произошел за пределами штрафной площади. В этом же случае Клатенбург даже не постеснялся дать второй горчичник. Манчестер Юнайтед с 68-й минуты играл с численным перевесом в два игрока. Подопечным Фергюсу она удалось забить победный гол, но и тут не обошлось без судейской ошибки. Правый защитник Рафаэл Дасилва пробил поворотом, а нападающий Чичарита подставил ногу и отправил мяч в сетку. На повторе четко видно, что во время удара бразильца Чичарита находился в явном офсайде. Мексиканец возвращался на поле после того, как находился за лицевой линией, но судейскую бригаду это не смутило. В итоге Манчестер Юнайтед выиграл 3-2, а Челси потерпел раздосадованное поражение. Как итог, два сомнительных удаления и один несправедливо засчитанный гол. Манчестер Юнайтед в итоге поднялся на первую строчку и по итогам сезона стал чемпионом Англии. В квалификации к чемпионату мира 2022 года сборная Португалии отправилась на выезд к Сербии. К 36-й минуте команда Фернандо Сантуша уверенно лидировала в счете 2-0. Но балканцы отыгрались во второй половине встречи и восстановили паритет. Под самый занавес матча у португальцев была отличная возможность исправиться за пропущенные голы и вырвать победу. Капитан португальцев Криштиану Роналду получил передачу и первым же касанием направил мяч в ворота. Снаряд катился очень медленно и в один момент защитник выбил мяч. Подоспевший на добивании Жуау Фелиш не смог забить и попал в того же защитника. Проблема в том, что на повторе четко видно – мяч пересек линию ворот после удара Роналду. Главный арбитр встречи вместе со своими ассистентами не смогли это заметить. А в матче квалификации, к огромному сожалению, не используется система ВАР. Матч так и закончился в ничью 2-2. Казалось бы, ничего серьезного. Вот только по итогу квалификации португалья заняла второе место, а Сербия финишировала первой. В итоге португальцы попали в стыки. А вот если бы гол Роналду был засчитан, команде Криштиану не пришлось бы в лишний раз нервничать и участвовать в стыковых матчах, где могло произойти все, что угодно. Но португальцы все же прошли на Мундиаль 2022 года. В последнем туре чемпионата Испании сезона 13-14 мадридский атлетик отправился на выезд к каталонской Барселоне с одной четкой целью – не проиграть. У матрасников была отличная возможность прервать гегемонию Реала и Барса и взять чемпионский титул. Команда Диего Симеоне опережала Барселону в таблице на три очка. Но в случае победы синегранатовые выиграли бы золотые медали за счет лучшей разницы мячей. Каталонцам удалось открыть счет в первом тайме благодаря пушечному выстрелу Алексиса Санчеса. Во второй половине встречи защитник атлетика Диего Гадин забил головой и восстановил паритет. Далее в матче случилось пара спорных эпизодов. В одном из эпизодов защитник Барселоны Дани Алвес подал в штрафную соперника, после чего мяч отскочил на Леонеля Месси. Аргентинец расстрелял голкипера Тибо Куртуану арбитр Матео Лаос, не засчитал взятие ворот из-за офсайда. Проблема в том, что мяч отскочил к Месси от защитника атлетика Хуан Франа, поэтому у судейской бригады не было повода отменять гол. Позже Диего Гадин в борьбе за верховой мяч толкнул в своей штрафной площади Жерар Пике, который сразу упал на газон и начал требовать пенальти. Лаос проигнорировал жалобу защитника Барселоны, хотя арбитр вполне мог указать на точку. В конце концов атлетика удержал нужный счет 1-1 и взял чемпионский титул, сотворив одну из главных футбольных сенсаций в 21 веке. В прошлом году Матео Лаос завершил судейскую карьеру, а уже в январе 2024 года бывший арбитр сделал сильное заявление. «За свою карьеру я трижды совершал ошибки против Барселоны. Самое серьезное из них – матч за титул Ла Лиги в 2013 году. Мы с бригадой приняли неверное решение. Мы не заметили, что мяч пришел от соперника. Эта ошибка стоила Барселоне титула. Уже после игры, увидев повтору, я принес извинения тренеру Херардо Мартино. Также я помню, как Лео Месси рыдал после упущенного титула, а поэтому это было моей самой серьезной оплошностью против Барселоны. Я извиняюсь перед фанатами этого клуба». Одна восьмая финала чемпионата мира 2002 года против сборной Италии был не единственным скандальным поединком с участием Южной Кореи, которая, еще раз напомню, была хозяином турнира. В следующей стадии азиаты встретились с Испанией, а матч судил египетский рефери Джамаль Альгандур. Основное дополнительное время матча завершилось без голов, но при этом у Красной Фурии возникла как минимум парочка претензий главному арбитру. В одном из эпизодов испанцы получили право на штрафной удар. После подачи в чужую штрафную площадь Рубен Бараха отлично пробил головой в угол и, казалось, открыл счет. Судья в итоге решил отменить взятие ворот, так как посчитал, что испанец нарушил правила. Если посмотреть на повтор, становится понятно, что Бараха действительно слегка придерживал соперника за футболку, но в то же время оппонент Рубена подталкивал его в спину. В современные дни такое взятие ворот явно было бы засчитано, ведь ни один игрок не нарушал правила критично. Позже болельщики стали свидетелями более абсурдного эпизода. Хуакин прорывался по правому флангу и сделал навес на Фернандо Мариентеса, который головой отправил мяч в сетку. Боковой арбитр решил вмешаться в ситуацию и отменил гол, аргументируя это тем, что на момент навеса Хуакина мяч покинул пределы поля. Повтор опять-таки показал обратное. Взятие ворот было абсолютно чистым, ведь мяч был далеко от того, чтобы уйти за лицевую. Как бы там ни было, команды определяли победителя в серии пенальти, где корейцы при поддержке домашних трибун одержали победу и вышли в полуфинал. Буквально сразу после игры в сторону южнокорейской сборной посыпались обвинения в подкупе, ведь никто не мог поверить, что в двух играх арбитры совершат такое количество ошибок в пользу азиатской сборной. На матч полуфинала против Германии был назначен швейцарец Урсмайер, который в отличие от своих коллег отлично провел игру, а немцы выиграли Южную Корею со счетом 1-0. А сейчас поговорим о двух арбитрах, которые свистели об окончании игры раньше времени. Первый — это скорее забавный эпизод. Матч Кубка Африки между Тунисом и Мали в 2022 году запомнился настоящим абсурдом. Арбитр Жаниси Казве по какой-то причине решил закончить поединок и дать финальный свисток на 85-й минуте. Игроки и тренерские штабы обеих команд находились в полном шоке. Особенно удивились представители Туниса, который проигрывал со счетом 0-1. После длительных споров арбитра все же убедили продолжить игру, но на этом абсурд не закончился. Секазве дал очень спорную красную карточку малийскому полузащитнику Эль Белалу Туре, а затем снова просвистел финальный свисток преждевременно, на этот раз на 89-й минуте. На этот раз решение арбитра было окончательным и никакие споры не смогли изменить ситуацию. После матча стало известно, что во время игры Секазве получил солнечный удар. Это и объясняет странные решения в исполнении арбитра, а поэтому вряд ли стоит винить его. А теперь мы идем на матч между Мадридским Реалом и Валенсии, где все перешло в скандал. Идет уже 98-я минута игры, хотя судья добавлял 7. Счет 2-2, и все близится к ничьей. На 98-й минуте и 32-й секунде Лука Модрич подал угловой с левого края. Удара по воротам не получилось, мяч отлетел на линию штрафной. В борьбе игроки увели его почти к правой бровке. Оттуда на 98-й минуте и 40-й секунде пошла подача Браима Диаса. Одновременно с ней судья Хесус Хильмансана дал финальный свисток. Игроки не отреагировали и продолжили эпизод. Джуд Беллингем с линией вратарской пробил головой и забил. Футболисты Валенсии, в том числе Вратарь, Мамардашвили и защитники выглядели дико разочарованными. Они явно не поняли, что свисток прозвучал раньше. И расстроились из-за упущенной победы. А Джуд успел отпраздновать. Но в момент удара судья на самом деле уже не смотрел на эпизод. Он заносил руку, чтобы указать командам дорогу в раздевалку. Игроки Реала сразу накинулись на судью. Беллингем получил красную карточку. В общем, это довольно свежий эпизод. И думаю, вы и сами помните, сколько шумихи было после этого. Сам арбитр Мансана был отстранен на два матча Ла Лиги. Друзья, видео подходит к завершению. А это значит, можно блеснуть своими футбольными знаниями. В прошлом видео я задал вам вот такой фотовопрос. И вот список случайно выбранных людей, которые верно на него ответили. Ну а теперь самое время попробовать ответить на новый фотовопрос. Вы видите одного завершившего карьеру футболиста. А также действующего игрока. Ваша задача – назвать футбольный клуб, в котором эти футболисты однажды играли вместе. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране. Субтитры сделал DimaTorzok